Я прошу на него обратить особенно внимание, потому что оно действительно является одним из самых мощных эзотерических методов помощи человеку. Допустим, когда мы приходим в церковь, ну не ту церковь, которая называется христианская православная или даже католическая, ну и возможно и в них, но допустим приходим к пастору, у которого очень большое количество излечений или исцелений, как работает механизм? Когда мы говорим «Господи», то мы фактически обращаемся к своей душе, то есть мы говорим «Господи, я славлю тебя, Аллилуйя», то есть мы хвалим свою душу, мы обращаемся к ней, она находится у нас в груди, она постоянно связана с Богом, это наш мост между Богом и нами. И когда мы говорим «Слава тебе, Господи», «Благодарю тебя, Господи», «Спасибо тебе», то это мы подключаемся фактически или создаем мостик нашей души, проявляя к ней нежность или проявляя к ней восхищение, мы обретаем от нее милость. После этого говорим «Пусть мои заболевания, к чему мы это говорим?» Мы обращаемся к своей душе и потом говорим «Аллилуйя» это то же самое, что «Ура», «Хорошо, это скоро произойдет», включая тем самым веры. То есть фактически, эзотерически, рассматривая духовное исцеление, мы начинаем понимать, к кому происходит обращение. То есть когда они говорят «Аллилуйя, Господь, знайте», они не говорят с Богом, потому что Бог с человеком не общается, он с ним общается только через его душу. То есть сначала хвали душу, сначала ей радуйся, что она в тебе есть и после этого проси ее «Прошу тебя, душа, исцели мое тело, прошу тебя, душа, помоги моим рукам, прошу, дай мне сил». Вот таким образом, обращаясь к своей душе, не забывая ее хвалить, мы фактически работаем с собой. То же самое происходит, когда человек приходит в церковь, ставит ручки и говорит «Господи, помоги, вы не к Богу обращаетесь, вы к душе». А вот когда человек говорит «Бог меня услышит» и так далее, то вы как ясновидящий в дальнейшем можете увидеть. Когда человек начинает просматривать других людей как ясновидящий, то он начинает видеть, что на каждом человеке находятся паранормальные или негативные энергии. Они обычно входят через тело человека или входят или залазят из земли по спине и обычно выходят за пределы головы и вот так нависают, запеленовывают глаза, запеленовывают, проникают в мозги через нос, через рот, проникает в физическое тело. И вот эти вот элементы, они еще и вокруг человека находятся. Это элементы, которые врываются в его энергетический кокон, это элементы, которые могут создать у человека агрессию, блуд, которые могут создать… Они питаются физической энергией, хотя сами являются ментальной энергией или астральной энергией. И когда… И это все вокруг человека находится. Вот обычный человек, который далек от эзотерики, вокруг него находится очередь из вот таких вот энергетических сгустков. Это и мертвые души какие-то, это мертвецы, это могут быть лярвы, это могут быть просто и грегоры и так далее. Человек, он в этой массе находится все время. Если человек просто складывает руки и говорит «Господи, помоги мне, Господи, помоги», знайте, в этот момент они для него являются Господом. Таким образом, именно они воспринимают, будто это молитва к ним. Именно поэтому, когда человек не обращается к своей душе, а напрямую, как он думает, обращается к Богу, он обращается к лярвам, которые настолько вырастают, что становятся фактически в своих собственных глазах бесконечным помощником, бесконечным элементом влияния, и человек фактически разрешает им воздействовать. Именно поэтому, когда человек имеет неприятности и молится Богу, говорит «Господи, помоги», «Господи, спаси меня», то у него не улучшается состояние, а тысячекратно ухудшается. У него появляются по-настоящему неприятности, по-настоящему проблемы, по-настоящему зло. Именно поэтому прямое обращение нехорошо. Но мы можем обращаться, как эзотерики, к своей душе. Это единственный элемент, который является огненным элементом, который без конца выходит из человека и входит во время его вдоха и выдоха, проникая через проекцию астральных существ. И это то, что соединяет человека с массой или с массированным телом божественной.